добрый день дорогие друзья сила тема этого небольшого видео размышления и поводом послужил тот факт что в группе детского оздоровительного плавания конечно же задаются вопросом и родителей дети как сделать детей подростков сильными это не праздный вопрос никто не хочет быть слабым и хотел бы сказать о том что большинство людей почему-то о силе размышляют как только о телесном до состоянии а сила это способность или энергия которая приводит к выполнению определенных задач и бог он дает людям от рождения силу а есть люди которые рождаются слабыми и в течение своей жизни они пытаются вести определенный образ жизни чтобы стать более сильными и таких примеров достаточно много хотел бы сразу сказать о том что есть понятие сила слова сила мысли сила бога сила врага сила тела ума сердца семьи народа сила правды и все это разновидности силы давайте обратимся к библии и я приведу несколько стихов из нее вторая книга царств 22-33 бог перепоясает меня силою устрояет мне верный путь псалом 45 8 стих господь сил с нами бог якого заступник наш псалом 107 14 стих с богом мы окажем силу он не изложит врагов наших исая 40 31 он дает утомленному силу и изнемогшему дает крепость размышляя о силе хотел бы сказать о том что бог дает людям силу как духовную так и физическую потому что человек сильный это не просто кратковременное действие однократное да но это состояние которое может продвигаться продвигаться или длится правильнее сказать на протяжении всей жизни вернемся к библии 1 коринфянам 4 20 ибо царство божье не в слове а в силе 2 тимофею 17 апостол павел ибо дал нам бог духа не болезни боязни но силы и любви и целомудрия есть много поговорок на тему силы хотел бы привести несколько из них силы не все возьмешь сила есть ума не надо на силу найдется большая сила сильный брюхом слабый духом сила не в силе а в правде и так стремиться к силе необходимо но надо различать силу примитивную силу врага и силу божью и поэтому как духовно так и физически человеку необходима сила поразмышлять об этом а я желаю вам божьей милости и благодати до свидания